что вот мы наших маленьких апартаменте ках фотографиях душно как на улице но нет чуть получше блин 28 это конечно жестко ну что душ собираться город здесь заходишь уже наши раскиданные вещи и гостиной скажем так уголочек здесь супер мини кухонка здесь туалет с душем слава богу здесь есть вентилятор который мы включили второй этаж здесь у нас такой вид на парк и собственно дальше мы поднимаемся на второй этаж и тут у нас собственно кроватка и все так максимально мило уютненько одеяло который мне кажется мне понадобится и кондей это класс давайте расскажу как мы собственно оказались в эстонии в таллине дело было вечером делать было нечего в общем мы выпили сидр на ужин а потом она пришла какая-то мне хорошо мне пришла жальная идея то что почему бы не гонять в таллин он же так рядом у нас есть у обеих открытый шенген в общем начали все смотреть гуглить и поняли что это очень даже реально и получается максимально дешево поехать на автобусе билеты тогда были где-то буквально по 800 рублей 800 туда 800 обратно вот и у меня были бонусные деньги на airbnb спасибо вам большое всем кто регистрировался по моим ссылкам благодаря вам я здесь я правда очень благодарна спасибо вот и ссылочка в описании но мы все таки решили что нужно с этой мыслью переспать то есть мозгов хватило мы переспали с этой мыслью решили что нет она отдельная и вообще взяли билеты забронили квартиру и вот мы здесь вот такое спонтанное путешествие в таллин получилось жара здесь 28 в питере такая же просто выживаем как можем извините за шум это наш маленький друг вентилятор мы в старом городе и дошли до площади здесь очень красиво я не было ни в каких прибалтийских странах полина вот была как раз получается почти год назад в латвии есть чем сравнивать и она говорит что рига чуть более сказочная по крайней мере пока по ее ощущениям но все равно 1 до 1 20 минут но тем не менее очень все при такой миленькая что-то вот вот и и и и и конечно я не могу ответ в кофейне, и мы сразу же нашли какую-то очень милую, стильную, сейчас разведу здесь флэп, ну ближе я, как это за мной, вот, но надеюсь хотя бы на портфельте. Какие-нибудь стаканчики, мне нравятся. Путешествовать с подругой это когда вы просто нашли в карте, а у вас уже есть планы на вечер. К нам зашел очаровательный молодой человек совсем, уже сразу познакомил, вот, и пригласил сегодня вечером выпить где-нибудь пиво. Вот мы обменялись инстаграмчиками, да, посмотрим, что будем думать на этот счет мы, что будем думать о. Но, тем не менее, мне уже нравится, мне все нравится. Мне кажется, что я где-нибудь в Англии или Шотландии. Я никогда ни там ни там не была, но почему-то мне кажется, что это вот что-то оттуда. Еще была одна очень милая арка, которая изначально мне напомнила все это дело. Не знаю, напишите кто был, правда напоминает, или я сошла с ума. Это, кажется, наш. Немного релакс. Так мне кажется, знаете, мы нашего мужчину, Павли, из Гамбурга, который приглашал нас на пиво сегодня вечером моего преда. Долго мы ходили, и очки искали. Возможно, мы уже не актуальны. В общем, черный Талин. Мы, правда, уже немножечко такие кисловатые, потому что спали всего два часа. И вам кажется, что так шутло, но я вижу как бы одиннадцать и светочувствительный. Это пора. Очень нравится у нее этот душ, потому что как бы здесь есть вот этот буртик, но он такой номинальный. И поэтому ты потом вот этой штучкой такой... Ать. Ать загоняешь. Ну, в общем, веселухо после душа. Доброе утро у нас у... Доброе утро у нас утро! Доброе утро в Таллине. И я хочу отметить, что здесь такая мягкая вода, что я выхожу, и мне не хочется намазаться с ног до головы. И волосы потом, знаете, такие странные, мягкие. Короче, для москвича это вообще нечто невероятное. Особенно, ну, это все-таки город, мегаполис, не деревня. Вот. Короче, мы проснулись. Сегодня, слава богу, мы поспали не два часа, как вчера. У нас было гораздо больше времени. Душ. Собираем все вот эти вот манатки. Съезжаем из нашей милейшей квартиры и идем гулять. Кстати, ссылку на эту квартиру я оставлю вам внизу. Ссылку на скидку тоже оставлю внизу. Ну, квартиры находятся буквально в 3-5 минутах от старого города. И добраться очень легко от автовокзала и без понятия, как от аэропорта. Ну, в общем, она классная. Она маленькая, но полностью удобная. Ну, все, мы готовы. Теперь выходим от той ключ. Ты взяла ключ? Да. Все, пока-пока, наша милая квартирка. Там, где эта кофейня, она находится в таком вот райончике и он, как вы видите, современненький прям. То есть, вчера у нас были прям такие старинные виды и такой старый Таллинн. А сегодня, по крайней мере, начинается день, наоборот, с современным. Ну, слушайте, мне нравится как раз. Мне нравится, когда в городе есть и то, и другое. Это клево. А сзади меня какой-то авокадо. Где это авокадо? Я не вижу. Вот оно. Авокадо. В автобусе дико холодно будет опять. И поэтому мы пошли в H&M посмотреть что-нибудь максимально дешевое. И мы нашли вот такой вот свитер за 5 евро. Ну, как будто в пижамах с тобой складывать. Ну, да. Но на самом деле, если посмотреть вот так, то мне кажется смотреть ничего. Особенно за 5 евро. Пять. Сколько раз мы повторили за последние пять минут. Это не знаю. Ну, короче, думаю. Нам нужно что-нибудь тепленькое, чтобы нормально поспать в автобусе и не заболеть. Зашли сейчас продуктовые. Думаю, не знаю, взять что-нибудь привезти вкусного. Приятнее всего пойду в раздел с горами и посмотрю там что-нибудь вкусное. Ну, и плюс с собой дорога может быть. Набор туристический. Два бригера, грана подана, милка какая-то клевая. А нет, вот грана подана, это хамон. И с арахисовым маслом. Киткот и Филадельфия с милкой. Можно было бы еще и просто взять Филадельфию, но решила тоже с милкой взять. А это просто такие сныки из галейки. Все это счастье выше мне 15 евро. Я пришла в другую кофейню со спешлти кофе, но закрыто. Эх, они что, школьники? Ну ладно, если что это были The Limit. Мы в итоге пришли на какой-то пляж. Он, ну, я бы не сказала, конечно, что это пляж, пляж. Но это самое ближайшее, что мы нашли. И вот эти кусочки. И там море. Зашли в очередную кофейню. Называется Эйбер кофе. Я, естественно, взяла себе поперечек. Сидим тут очень уютненько. У нас там, правда, какие-то дикие барабаны на фоне, как вы слышите. Мы утомились, конкретно утомились. Вот, время 7. У нас автобус только в 11.40. И, в общем, у нас очень много времени. Мы уже выселились, так что вариант отдохнуть у нас только в автобусе. Вот так. Все, заказ. Мы ждем наш трамвай. Едем на автобусный вокзал. Вот наш автобус, который донесет нас до Петербурга. Мамчук, а ты давай на поезд? Да, спасибо. Еее. Вот, 7 часов в пути. Спасибо. Давай, я сейчас подозрючу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok